Так, ну, я хочу вас всех поприветствовать в зале компании Z-House, поприветствовать наших гостей, тех, кого мы видим первый раз, и тех, кто с нами сегодня принимает участие в презентации, но в прямом идее. Я вижу, что такие подключения у нас тоже есть. Мы начинаем нашу первую презентацию в рамках мероприятий, презентующих экопродукцию компании Z-House, и мы назвали эти мероприятия «Чистая среда». Это не совпадение, да, что мы проводим подобные презентации по средам, как в день недели. Скорее всего, это имеет отношение к той среде, в которой мы с вами живем. Среда как место обитания, как жилище, как дом, как окружающий нас мир. И мы хотим в эти дни говорить об экопродукции, которые есть у нас в компании, потому что сейчас это становится достаточно модной и очень своевременной темой для любого общества. Но сначала начну с того, как эта идея возникла. В то время, когда задумывалась компания, создание компании Z-House, в основу легла идея экопродукции. Во-первых, потому что это востребовано, а во-вторых, надо предложить рынку что-то новое и что-то оригинальное. И зародилась идея тогда, что современные товары, они должны быть абсолютно безопасны, выполнены из экологически чистых материалов и должны обладать именно вот этой вот ценностью. Вы помните нашу миссию, да, мы ее назвали «Наполнить наши семьи комфортом», «Дома-стилем», «Кухне-конциональность» и «Жизнь-здоровью». И то, о чем мы сегодня будем говорить, это все соответствует основной миссии компании. У нас есть еще девиз, который мы выработали уже по мере того, как наполняем компанию продукцией. «Сделаем жизнь проще». Вы согласны со мной, что, пользуясь нашей посудой, пользуясь нашими кухонными аксессуарами, используя нашу линейку чистящих моющих средств, мы делаем нашу жизнь проще? Да? Согласна. Вот, я тоже так думаю, потому что в этом мире, да, когда мы торопимся, и наша жизнь уже становится, вот буквально мы все вещи делаем на бегу, это действительно становится очень актуальным и очень востребованным. И сегодня мне бы хотелось поговорить о том, как вообще устроена современная жизнь человека. Если брать западные страны, то у них очень популярными стали биомагазины. То есть это магазины, где продаются не только продукты питания. Мы тоже так на самом деле думали, когда вот в Германии посетили такой магазин, первый, конечно, взгляд, когда ты бросаешь, ты видишь море продуктов. Они, естественно, дороже, чем обычные продукты, но когда ты берешь в руки этот продукт, ты видишь, что он выполнен абсолютно без консервантов, без красителей. То есть там только натуральные продукты, начиная от каких-то круп и заканчивая даже выпечкой. Когда ты проходишь к другим витринам, ты видишь, что там есть уже и пластик, там есть и посуда, там есть какие-то предметы интерьера. И даже та мебель, которая предложена была в этих магазинах, она сделана из абсолютно натурального материала. То есть даже те клеи, которые используются в обготовлении мебели, они абсолютно натуральны. И нас эта идея, она очень захватила, потому что на самом деле, что ценное мы можем привнести в эту жизнь? Наверное, только ее безопасность. Да, и дороже здоровья, мне кажется, в этой жизни просто нет ничего. Поэтому на сегодняшний день для любого общества вопросы безопасности еды, питания, детских игрушек, мебели, каких-то аксессуаров, той же самой кухонной посуды становятся очень важными и приоритетными. И вы знаете, да, что мы гордимся нашим поставщиком, и сегодня первое, о чем я хочу начать разговор, это о нашей посуде. Потому что когда шел строгий отбор качества посуды, обращалось внимание, из каких материалов сделано ее антиполикардное покрытие. Потому что мы все знаем, что то, что имеет соприкосновение с едой и при высоких температурах, может отдавать свои канцерогенные свойства в эту еду. Поэтому, когда выбиралась наша посуда, был достаточно жесткий отбор из тех предложений, которые существуют сейчас на рынке. Вы знаете, что самые распространенные покрытия на сегодняшний день это теплоновое и керамическое покрытие. К 2015 году Европа отказывается от производства теплона как очень токсичного материала, который в процессе разогрева, в процессе высоких температур свои какие-то канцерогенные свойства начинает отдавать той еде, которая находится внутри этой посуды. Поэтому мы изначально даже не рассматривали возможность использования теплонов в качестве антиполикардного покрытия. То, что выбрали мы для того, чтобы это было в нашем ассортименте и пользовалось спросом у наших клиентов и партнеров, это была посуда с антиполикардным покрытием, выполнена на основе керамики. Но керамика тоже непростая. Как бы основной такой пик и взлет интереса к керамике, он проявился где-то лет 5-6 назад. Вы все помните, были передачи на эту тему, когда люди отказывались от теплона и сделали выбор в пользу керамики. Но керамика керамики рознь. Ту керамику, которую предлагает наш производитель НАВА, это трехслойное керамическое покрытие, которое называется трехслойным не потому, что там еще какие-то слои алюминия или других металлов, а потому что здесь три чистых слоя керамического покрытия, нанесенного внутри этой сковородки. Вот сейчас в руках у меня, кстати, новая сковорода, бок, находится. Видите, это классическая форма Азиабок. И мне очень удобно на примере этой сковороды говорить об этих керамических слоях. Но что здесь главное надо отметить? То есть в основе керамики лежит крошка натурального мрамора. Поэтому она и называется мраморно-керамическим покрытием. И когда мы сейчас были на выставке и задавали вопросы относительно безопасности покрытия, они нам сразу предоставили вот этот сертификат, который у нас есть сейчас. И вы его можете все увидеть либо в кабинете, либо он будет висеть внизу. То есть это говорит о том, что покрытие абсолютно безопасно. И вся продукция компании НАУ выполнена из таких материалов, которые абсолютно безопасны для жизни и здоровья человека. Для нас это очень важный критерий, и это есть ценность компании НАУ. Поэтому вся посуда, которую мы представляем, она лишена каких-либо синтетических примесей и полимерных материалов. Здесь нету добавок ПФОА и ПФТЕ. Это те самые примеси, которые есть и составляют основу тефлоновых полимеров. Причем, что интересно, как можно отличить тефлоновое покрытие от керамического покрытия. Тефлоновое покрытие не выносит температуру выше 260 градусов. И есть соответствующие ограничения на маркировке этой посуды. Поэтому тефлоновую посуду ее никогда нельзя нагревать без масла и без пищи, которая бы лежала в самой сковороде. Потому что если вы перегреваете сковородку, которая состоит из тефлонового покрытия, то у вас она начинает ослаиваться и пузыриться. Вот вы никогда этого не увидите в посуде с керамическим покрытием. Во-первых, потому что она применяется при более высоких температурах до 300 и выше градусов. Вы можете, даже если вы забыли и осталось она у вас на плите, с ней ничего не произойдет. Потому что даже если вы хотите продлить жизнь в вашей сковородке, достаточно ее смазать растительным маслом и еще раз прокалить на огне. И вы тем самым продлеваете ей жизнь. Вот такая вот необыкновенная сковородка и вот это вот необыкновенное полностью экологичное покрытие в нашей посуде от компании Навер. Мы специально заострили внимание на посуде, потому что самые подделываемые продукты, которые подделываются в мире, это парфюмерия, это посуда и это детские игрушки. И посуда как раз это тот сегмент рынка, который достаточно прибыльный, который часто подделывается. Вот мы хотим, чтобы в нашей компании это была оригинальная продукция, и вы можете совершенно спокойно говорить вашим клиентам, вашим партнерам о том, что подлинность и гарантия есть от нашего производителя, компании Навер. Хотя бы потому, что каждая посуда маркирована оригинальной маркировкой от производителя. Видите, Навер написано на каждом изделии. Но, наверное, бы наш рассказ был неполный, если бы мы говорили только о посуде. Вы знаете, что у нас есть еще линейка продуктов, которая называется «Система хранения». Есть у нас различные кухонные аксессуары. И при выборе этих продуктов мы тоже рассматривали варианты, которые свободны от каких-либо полимерных примесей, которые в случае нагревания, опять же, тех же, например, самых контейнеров, микроволновой печи, да, они не выдавали бы вот эти вот токсичные вещества. Все, что продается у нас, оно свободно от BPA примесей, да, то есть это та добавка в пластик, которая делает его более прочным. И если вы обратили внимание, все наши системы хранения, их можно как морозить, так и разогревать. И это тоже первый признак того, что этот пластик, он вот без всяких примесей. Потому что многие производители, они делят свою продукцию на те, что можно морозить и на те, что можно разогревать. То есть это означает, что в тех, которые можно морозить, они не освобождены от вредных примесей. Если мы говорим, продолжаем эту линейку продукции, говорим дальше о том, что у нас есть с вами много силиконовой продукции на сортимете, это тоже сам по себе силикон, он является инертным материалом, да, то есть он не вступает во взаимодействие с пищей и не передает свои свойства еде. Вот, но для нас это показалось мало. И вы видите, наши яркие изделия выполнены из силикона, и те, и если вам задают вопрос, да, ну как же быть, ведь яркие изделия, на них, возможно, нанесена краска. Вот я вам хочу сказать, что это не краска, это таким образом сделанный силикон, что это идет пропитка вообще самого силикона. То есть это вот внутреннее содержание вот этих силиконовых изделий. Поэтому это тоже абсолютно безопасная продукция. И если вы обратили внимание, у нас некоторые лопатки, они сделаны не на металлических, а на деревянных ручках. Вот эти вот ручки, да, они настолько и сконструированы эргономично правильно, и всю эту продукцию можно использовать и мыть в посудомоечной машине. Это тоже говорит о достаточно высокой стойкости всех этих материалов. Наш силикон не поменяет цвет и будет оставаться таким же нервным на протяжении всего срока эксплуатации этой продукции. Я думаю, что то, что касается той продукции, которую мы с вами все знаем, этой информации вполне достаточно.